...которые сегодня не готовы взять для себя частных перевозчиков, это задача городской области. Честно, по началу года, когда мы приняли коммунальный транспорт, на улице нашего города сегодняшний день уезжало 20 троллейбусов. Сегодня их уже выезжает, слава богу, 30 лет. Стало выезжать почти в два раза больше. За счет, понятно, капитальных ремонтов, за счет тех троллейбусов, которые удалось приобрести, был хорошего качества, четырех европейских троллейбусов, мы на этом также не сделаем. В этом году мы также планируем еще дополнительно, совместно реализуя этот проект с Павлом Ивановичем Жебрисовым, губернатором Белорусской области, мы делаем проект, который называется «Транспортное замещение». В этом году мы еще приобретем, если все удастся, если не будут сегодня нерадивые подрядчики вмешиваться в тендерные процедуры и подавать жалобы на антимонопольные комитеты, на неправильное проведение торгов и так далее, срывая тем самым торги, оттягивая тем самым процесс. Мы планируем приобрести еще 12 новых троллейбусов. Мы планируем привезти в город Мариуполь еще 32 бу, но хорошего качества, чешских троллейбусов. И мы планируем еще приобрести, к сожалению, сорвался это, почему-то говорю, что есть такие подрядчики, которые вряд ли хотят помочь, а больше хотят навредить. Сорвался тендер у нас по приобретению автобуса, сегодня происходит перетендер. И тем не менее, тот нерадивый подрядчик, который хотел просто украсть деньги города Мариуполя в объеме 20 миллионов, еще и у него хватило смелости, храбрости с нами судиться. По поводу того, что мы его сняли с торгов, если бы мы ему отдали деньги, то бы мы их просто потеряли. Потому что в отношении этого подрядчика у него нет ни производственных мощностей, нет ни персонала, в отношении него возбуждено 20 уголовных. Мы пошли в историю перетендера, и если это все случится, я уверен, что это все случится, мы еще получим до города Мариуполя 15 автобусов. Те районы, которые мы не можем обеспечить электрофранку, там, где нет сегодня контакта с сети, мы, конечно, будем обеспечивать качественными пассажирскими перевозками автобусами. И в том числе мы рассматриваем и черемушки, которые забыли, и в том числе мы рассматриваем вот как раз вот Гава Свободка, которая также забыли. Потому что частного перевозчика, если так же посмотреть, сколько сегодня должно машин выезжать на линии, должно выезжать 370 рублей, по факту их выезжает 270. То есть у нас сегодня даже по частному перевозку дефицит 100 машин. То есть мы сегодня обеспечены перевозочным процессом, даже по частному перевозку, на 70%. А если говорить о городском транспорте, я говорю, приняли 20, вообще надо 110 трамвай, сейчас если ездить 38, надо, чтобы ездило 110 трамваев, у нас сегодня их ездит 47, и вот такая, к сожалению, устроена.